Депутаты ЗСК разработали законопроект о развитии чаеводства в регионе. Документ объясняет, что такое чайное производство. Также создается реестр чайных плантаций. Сведения должны предоставить чаеводы и местные власти. Как раз незадолго до этого в Сочи были проинспектированы плантации. Нет нареканий к таким, например, предприятиям, как Масейстинский чай, Хостый чай, зато отличился Дагомыс чай. Из 263 гектаров в порядок привели только 39. Остальные территории не используются по назначению. Я полностью поддержу чаеводов. Полностью. Какая нужна поддержка? Но я хочу и требую, чтобы наша немногочисленная земля была в полном объеме задействована. Первая чайная плантация в Сочи была заложена в 1901 году. Некогда процветающие отрасли российских субтропиков сегодня нуждаются в оздоровлении. Более того, 400 человек готовы взять землю в долгосрочную аренду, но собственники приватизированных земель предлагают только на 11 месяцев. Вкладывать силы и средства в землю, которые уже через год могут забрать, фермерам, арендаторам невыгодно. В итоге плантации зарастают дикой ежевик, а это и есть неэффективное использование земель сельхозназначения. Идет деградирование земли. Это тот фактор, который на сегодня позволяет одномоментно принимать решения в судах и оскорить будет его сложно. Если на сегодня там колючка и ни одного килограмма чая этого листа не собирается, это основание для изъятия. Более того, земли сельхозназначения стали переводить в земли поселения и строить там дома. Это недопустимо. При любой попытке таких действий земли будут изыматься. Для того, чтобы было выгодно заниматься именно чаем в помощь, новый законопроект в его рамках утверждаются виды государственной поддержки чаеводам и производителям посадочного материала для этой отрасли. Им возмущается часть затрат, к тому же увеличивается в два раза размер субсидии. Наконец, согласно законопроекту, наименование «краснодарский чай» может использовать любой производитель напитка из листа, выращенного на Кубани. Ранее краснодарским считался только чай, выращенный в Сочи.